всем привет это очередное видео по программе 3d code и в этом видео поговорим о сглаживании это видео будет полезным как начинающим так и более опытным художником затрону много важных моментов интересных и покажу кое-какие фишки до которые может быть вы не знали и так давайте сразу создадим создадим новую сцену ему продолжить и воксельный скульптинг начнем со сглаживания геометрии в комнате скульптинга создадим вот такой куб давайте выберем базовую кисть и так первое сглаживания что есть да это конечно нажимаем shift мы включим сетку w да и нажмем shift например можно не включать сетку и вот право зажав shift мы можем сглаживать наш объект таким образом опять же зажав shift и и правой кнопкой мыши мы можем регулировать силу давления и сглаживания вот этот показатель мы можем регулировать как вот здесь так и правой кнопкой мыши видите я зажимаю правую регулирую но надо навестись на объект собственно если вы заведете за объект у вас ничего не путаюсь на объект навелись теперь на объекте можете вот так вот правой кнопкой мыши регулирует силу давления сглаживания это сглаживание происходит практически на любом инструменте да то есть вот какой бы вы не выбрали вы всегда можете на любом инструменте перри нажав shift у вас автоматически вот это сглаживание под включаться на любой кисти дальше есть в инструментах инструментах есть инструмент собственно сгладить да если мы его выберем вот инструменты это вот этот shift как раз и есть да то есть мы видите уже если нажмем shift вот это вот сила давали сглаживание здесь просто так работа да то есть можно сильно сгладить выбрать здесь больше можно выбрать сглаживание штриха собственно можно галочку снять это как плавно подвестись ваша кисть она никак не влияет но вот собственно вы можете без shift а просто выбрать сгладить и можете также работать без shift а и и сглаживать но как правило вот этот инструмент я никогда не использую всегда сразу через shift давайте вернем наш клуб к исходному состоянию дальше вы также на shift можете назначить и и другое сглаживание там есть несколько видов сглаживания где вы это можете сделать дальше пролистываете от инструментов дальше идет вкладка основные здесь находите также сгладить вот видите сгладить они похожи там сгладить и там сгладить и иконки у них одинаково только одно находится в инструментах а другого основном версия программы 2022 года зависимости старых версиях там по-другому поэтому переходим на новые версии программы но принципе принципе версии 49 там плюс минус это похоже но там нету вот этих настроек которые сейчас вам покажу то есть вот находим инструмент сгладить и здесь уже у нас вот действие shift появляется видите да и здесь нажав на вкладку мы можем выбрать какое сглаживание у нас будет на шифте на нашем да сейчас стоит просто сгладить да но мы можем поставить мощное сглаживание да нажав шифт проверить как она видите тоже мощно сглаживает достаточно хорошо сглаживать эту геометру если мы увеличим например разрешение о геометрии например видите да сейчас уже полигонов много ну тоже хорошо принципе геометрию под сглаживать например обычным дальше в том тоже в принципе и вот здесь вот различные виды сгл но плюс-минус виды сглаживания да некоторые не совсем сглаживания где-то именно идет уменьшение сетки до расслабления сетки там видите децимировать вот посмотрите видео в плейлисте про децимейт есть что такое поймете уменьшение количества полигонов вот выберу да вот включу сетку видите много полигонов чаши в зажму эти полигончики уменьшились то есть нашив мы можем вот таким но это тоже своего рода сглаживания да ну что если вот на краю буду уменьшать у меня контур он как тогда изменится ну вот такой свой собственно так смотрите здесь децимировать но децимейт это поставление на каких-то тоже элементов похоже чем уменьшить реконструировать это собственно восстановление сетки какой-то дал видите происходит что-то такое обратно обратный эффект вот экстра детализация на эти добавляем в нашем месте количество чем меньше у вас будет размер кисти тем более плотная сетка вот такая да в этом месте это опять же тоже на shift назначена теперь то есть потыгайте поинструментируйте вот с этими до элементами но в основном вот например расслабить им тоже практически как как сглаживание идет то есть сетка у нас как-то расслабляются вот здесь видите если вот например в таких местах вот что-то можно тоже сказать что это какое-то сглаживание небольшое вот видео расслабить вот видите сглаживаться поэтому так или иначе вот эти элементы как-то влияют да на вашу поверхность на сетку и где-то можно что-то сгладить поэтому я оставляю всегда ну принципе у меня стоит сгладить вот эти все инструменты они отдельно есть то есть так же как здесь да то есть они вот здесь есть отдельно вот эти инструменты поэтому оставляем сгладить принципе и пользуемся этим давайте вернем куб к исходному состоянию пускай вот такой куб надо дальше помимо шифта и работой кистью до такого сглаживания есть сглаживание всего объекта в целом если вы нажми пролистаете в самый низ вы увидите здесь вот сгладить чтобы сгладить всю геометрию все полигоны относительно друг друга нажимаем сгладить и выбираем количество раз сколько сглаживать один раз например нажмете один раз видите сетка немного подсгладилась можно также нажать пробел вот здесь выбрать сгладить и выбрать например не 1 до 10 вот и чем убить 10 раз вот у нас программа сглаживать вот давайте что было давайте control z вот да и вот сгладилась вот таким образом было стало было стало вся геометрия абсолютно сгладилась это же этот же инструмент продублирован во вкладке геометрия сгладить все вот здесь да можно назначить горячую клавишу я назначил ай часто пользуюсь вот именно этим инструментом когда например мне надо сгладить фасочки на например какого-то куба да я нажимаю ой да и вот сглаживаю таким образом быстро скругленной делаю фаски вот так что принципе тоже пользуетесь этим инструментом вот это же касается сглаживания комнате геометрии в комнате скульптинга давайте перейдем в комнату ри топологии в комнатуре топологии здесь мы этот объект скроем и создадим несколько объектов давайте вот примитивы выберем выберем сферу снимем галочку равномерное распределение выберем количество например такое вот таким образом нажмем применить давайте сдвинем перейдем отсюда нажмем применить сдвинем идем сюда нажмем применить это я вам сейчас покажу несколько разных видов то есть начало вообще поговорим так о сглаживании не самой геометрии да о о так сказать о шейдинге то есть как вообще нам сглаживание но еще называют сюда группы сглаживания есть такие есть такое понятие группа и сглаживания либо то есть это то количество полигонов которое находится между жесткими ребрами то это группа сглаживания полигона да это есть такие понятия до в 3d max и вот в мая там есть hard edge да вот и других программах есть какие-то hard edge где-то это называется сглаживание там угол фонга да то есть фон был такой ученый который этот алгоритм разработал до сглаживания вот и так как это посмотреть вообще где то есть отключить вот эту сетку именно в комнате ритопологии в ритопа группах вот здесь сюда заходим простой шахматный узор до тыкаем его здесь мы можем снимаем галочку ритопа каркас да и вот видим что у нас весь объект сглаженный такой да у нее есть важный вид непрозрачность мы можем отключить то есть сто процентов вот так вот видите вот так вот влияет вот таким образом у нас важный опять же сглаживание мы можем отключить совсем то есть вот здесь сглаженный вид убираем видите да и сейчас все плоскости которые относительно друг друга у нас не сглажены мы полностью отключили вот этот шейдинг и сейчас как вот освещение нормали падают здесь именно имеется ввиду о сглаживании поверхности до относительно света как нас полигоны друг относительно друга сглаживаться они сама геометрия вот с этим понятно до сглаживанием то есть тут надо задавать еще у нас сейчас поговорим об этом жесткие ребра вернем ритопа каркас да и сглаженный пока отключил хотя можно и включить принципе вот тут же в этой во вкладке да то есть можете будут показаны швы показать острая края как раз таки вот это хардэджи да и цветные уестра когда вот пусть это все останется теперь давайте поговорим о сглаживании нет самого до света отраженного то есть как у нас свет падает на полигоны отражаться его там сглажен растекаются до относительно группе углаживания и заданных жестких острых ребер до хардэджи так а сейчас поговорим о сглаживании геометрии здесь опять же можно сглаживать геометрию вот первый да у нас с помощью пера как это было в комнате скуптинга мы здесь выбираем двигать пером во вкладке трансформ и правой кнопкой мыши мы можем выбирать диаметр относительно которого сглаживать и вот когда мы зажмем shift двигать пером это инструмент чтобы двигать да вот но чтобы сглаживать геометрию надо нажать опять же shift да и вот видите опять величина сглаживания shift а вот таким образом регулироваться у кнопкой мыши вот здесь только мы можем правой кнопкой мыши вот так вот и силу сглаживания и опять же сглаживаем вот геометрию пожалуйста так вот shift зажимаем и вот видите все сгладили вот это один из способов сглаживания пером другой способ сглаживания геометрии есть просто сгладить команда ищем команду сгладить вот находим сгладить и вот нажимаем ветер и вся геометрия которая есть сцене у нас сглаживаться то есть нажимаем видите вся абсолютно сглаживаться давайте отменим вот если мы скроем да я ставим только один объект начнем сглаживать видите у нас до сгладилось как-то ну вот тут какие-то артефакты сейчас мы разберемся что-то такое остальные включим если они не сгладились поэтому тут надо отключать опять же да ну вот так вот работать странно конечно вот надо здесь сделать так чтобы какой объект и выбрал до такой сглаживаться на каком-то объекте находишься да тот и сглаживаться но тут у нас почему-то все сглаживаются ну вот так вот работа вот далее есть еще один инструмент который называется подразделить да он у нас подразделят геометрию но он ее не сглаживает сейчас расскажу почему так то есть и теперь мы почему приходим то есть вот подразделяем и сглаживаем да например таким образом и есть вот инструмент до которых заменят у нас вот эти два действия то есть гладить и подразделить это так называемый инструмент sub-division surface который в разных среды пакетах он вот именно так и называется sub-division surface то есть подразделение сглаживание с подразделением этот здесь называется сгладить и в скобках кей кей до от названия людей которые придумали этот алгоритм катмула кларка так он называться то есть но это не что иное как вот sub-division surface сглаживание с помощью этого алгоритма и давайте вот нажмем и вот у нас виде произошло подразделение и сглаживание с помощью именно вот этого инструмента да мы можем например даже какой-то примитив на прям например куб да без обычный куб мы можем его собственно превратить сферу да вот просто куб с помощью сгладить кей кей здесь данном случае мы можем сферу вот таким образом вот она нарисована видите да на иконке превратить сферу вот но опять же видите все сглажено у нас да то есть нету но в 3d код есть вот тем более 22 весь не во всех версиях это старых версиях где отсутствуют например жесткие острые ребра да там такого нету покажу сейчас фишку что мы можем задать например жесткие ребра да и у нас шейдинг давайте вот сейчас ритопа каркас я уберу вот видите да например я сейчас могу выбрать выберу инструмент жесткие ребра да зажиму shift и меня подсветится вот это да кольцо ребер нажму видите я задал жесткое ребро и здесь тоже например давайте у нас ждал жесткое ребро и теперь жесткие ребра у нас будут игнорировать вот это сглаживание да subdivision surface они останутся они у них вот сглаживание но незначительно относительно вот этой части то есть вот здесь между ними между вот этими вершинками вот разбиение и вот это разбиение она только немного даст сглаживание но в целом да вот относительно угла 90 градусов да то есть вот относительно этих плоскостей вот этого сглаживания здесь вот вот такого сглаживания не произойдет здесь останется вот такой жесткий жесткий угол и это на мой взгляд очень крутая вещь когда вам надо сделать например из low poly до high poly то есть вы увеличите количество подразделений но у вас остается целом вот эта часть да то есть ваша форма и давайте я вам покажу сразу как это вот например вот где есть жесткие ребра да вот мы сейчас здесь жесткие ребра указали да то есть шейдинг у нас сейчас здесь есть здесь есть да вот группа сглаживания час получаться три группы сглаживания вот верхняя часть нижняя и вот это середина и между вот есть жесткие ребра и так давайте куб наших берем мы вот это тоже уберем и вот мы сгладим сначала одну для детей давайте вот эту который без жестких ребер у нас там сейчас нам надо отобразить пожалуй то есть это по каркас вот видите я не вижу давайте вот на этой части вот вот здесь вот вот видите да как у нас разбиваться и сглаживаться вот эта часть вот этот угол таким образом мы можем сгладить но у нас теряется форма нашего цилиндра да но у нас сейчас получилось из low poly high poly да такая модель и теперь то же самое к этой применим да несколько раз и видите что происходит то есть у нас форма сохранилась но мы low poly превратили в high poly это очень круто давайте уберем ли то по каркас видите вот одна часть и 2 но это у нас сохранила из-за жестких ребер у нас сохранила сглаживание да ну то есть форму а здесь у нас вот такая он да вот и теперь например вы вот этот до относительно то есть вот вот например было поле выезд дублировали и ту же самую жестким ребрами могли создать хай поле и перенести ее эту геометрию например эту геометрию мы потом например переходим в комнату скульптинга да и тут берем геометрия выбираем и ритопа мы скульпт мы ждем вот наш цилиндр и вот это да который там у нас был то есть который был на виду он то есть включен он у нас вот сюда переместился теперь у нас есть да какая-то здесь хай поле модели да и теперь мы можем вот эти ребрышки да что-то с ними делать там уже скульптить как-то вот но в целом у нас цилиндр он сохранился это очень крутая фишка который надо пользоваться то есть чтобы быстро создать например из лоу поле хай поле то есть вам не надо создавать дополнительного здесь вот ребра жесткости да то есть дополнительно делать лупы так называемый за ребер чтобы с помощью sub division surface да вам создать хай поле и у вас она еще год очень сильно сглаживаться то есть уменьшаться но здесь происходит сглаживание частично давайте вот эти топологии обратно вернемся включим вот кстати на 1 2 давайте посмотрим как у нас отличается от нашего исходного цилиндра разуме диамет насколько сгладила да то есть вы видите что оно вот сам диаметр он сгладился то не незначительно на практически он остался таким же то есть вы можете спокойно запекать вот этой с хай поле да на лоу поле то есть это очень круто да то есть вот у нас о поле грубо говоря да меняем вот лоу поле да а вот хай поле это лоу поле а вот хай поле и они вы видите как видите у них практически практически одинаковый до размер это все из-за того что в 3d код вот версии 2020 года острые ребра они не влияют на сглаживание то есть если в других программах вам неважно есть у вас жесткие ребра нет у вас все сглаживаться подчистую то здесь жесткие ребра они не сглаживаются не участвуют сглаживание это очень круто это очень круто то есть мы можем вот такие цилиндрические объекты быстро из них делать хай поле вот вот это что касаемо сглаживания до геометрии еще такой момент то что например когда вы загружаете какую-то модель 3d кода стороннюю либо здесь делаете и у вас там назначены жесткие ребра до острые ребра у вас уже назначена группа сглаживания и шейтинг и вы например будете потом из вот этой лоу поле делать хай поле вы переместите ее экспортируете в комнату скульптинга у вас вот этот алгоритм он тоже сработать несколько раз у вас будет сглаживание с помощью вот этого но жесткие ребра они будут так сказать давайте вот например покажу вам то есть вот у нас один объект да давайте еще сферу добавим перевернем на 90 градусов так нажимаем контур да и вот так вот на 90 градусов снабиться и давайте таким образом немного ну пусть будет вот так вот добавим у нас год единый объект видите да вот такие моменты их можно с помощью узлов так много перетаскивать так вот пообъединять ну это если заморачиваться к примеру да давайте я с одной так вообще давайте я то очищу сделаю по-другому немного не заморачиваться уберу вот эти лишние сегменты здесь подразделения сделай немного давайте хотя бы 16 вот так да нажму применить и опять через контур так вот сдвину вот так вот сейчас здесь будет меньше да ровно здесь сейчас они друг на друге и вот нажму применить вот сейчас поменьше ну вот таким образом надо их маленько объединить видите лишние вот этим появлялись разрезы при булевой операции классно было бы если вы конечно разработчики это пофиксили видите шейтинг да у меня включен вот этот сейчас видите он меняется сразу там есть тут вот образовался нгон и кстати не видно да хорошо бы было что можно было галочка чтобы отображать не отображать нгон и тоже добавить тогда было бы видно где у нас идет нгон потому что он при увеличении геометрии до увеличение геометрии он у нас нам даст артефакты и вот эти ребра мы тоже удалим удалим вот эти ребра таким образом вот вот такая принципе геометрия да и например вот у нас есть лоу поле да опять же как бы я из нее сделал хай поле да то есть с помощью то есть надо тут делать несколько витков ребер то есть с помощью вот этих же узлов да вот у вот добавлять дополнительные ребра жесткости вот таким образом да он кстати видите здесь не идет почему потому что здесь он гонор вот опять же здесь вот видите не идет может здесь звезда ну короче надо заморачиваться и применять вот потом вот сглаживание вот это да чтобы вот видите здесь вот добавил ребро здесь не сгладилось но надо добавлять вот здесь вот эти дополнительные ребра чтобы получить хай поле и например если просто так я перейду в комнату скульптинга да и давайте вот это все удалим это очистим я сделаю геометрия до притопом эш скульпт мэш ну и потом возьму и до применю там переведу в полигональный вид вот у нас получилось до хай поле но видите что у нас вот это нам никуда не годится да давайте это переименуем там пусть вот вот так но когда мы зададим вот эти ребра жесткости здесь опять же из как их можно задать их можно автоматически задач да то есть выбрать вот если мы выберем выбрать да и далее пролистаем вниз давайте где-то здесь выберем ребра вот здесь обязательно выбираем ребра тут выбранные меняется да и вот здесь вот мы можем выбрать острые ребра то есть выбираем ребра выбрать и острые ребра выбираем здесь до острые так сейчас острые ребра выбрали да здесь чем нет надо все-таки выбрать здесь ребра так острые а это задать сначала надо выбрать включить выбрать острые вот видите да сейчас выберите угол сейчас мясо 30 градусов вот здесь вот нажимаем галочку потом обратно и отпускаем и вот у нас выбираются все ребра под 60 градусов но вот здесь вот не до выбралась да ну мы можем вот таким образом до выбрать вот здесь вот снимаем так вот так удаляем окей выбрали да вот когда у нас выбраны эти ребра да вот выбран теперь мы их можем задать как как острые ребра вот теперь уже выбираем острые ребра да вот выбранные и вот здесь выбираем острые ребра все теперь видите у нас сразу шейдинг поменялся и у нас задались этих как острые ребра можно конечно с помощью вот этого инструмента да просто его выбрали и тыкаем вот так потихоньку где у нас будут острые до ребра но можно и автоматически это все выбрать вот таким образом с помощью угла между полигонами и опять же если мы отключим ритопа как раз видишь что у нас вот такое сглаживание произошло ну вот здесь вот у нас энгон да что с ними делать давайте включим обратно у нас здесь видите вот чем так и вот чем у нас здесь вот надо добавить такой вот лук наверное и вот так вот сюда добавить ну вот таким образом а здесь мы опять же давайте острое ребро вот так вот и теперь что делаем то есть как я говорил если у вас например вот этот объект я его могу сейчас конечно вот так вот перевести также до сгладить вот таким образом несколько раз видите сколько раз нажал вот у меня пожалуйста хай поле на комнате ритопологии и потом также перейти в комнату скульптинга и вот здесь вот добавить геометрия мэш ритопа мэш скульпт мэш да и вот он у нас у меня давайте вот сюда его переместим вот он у меня до хай поле готова уже видите да четкая вообще как бы до хай поле и зло поле сетку включим моментально то есть мы сделали хай поле и потом сглаживаете просто как я вам говорила с комнате скульптинга сглаживаем эти фасочки с помощью общего сглаживания ай нажимаем вот и все вот ведь у нас готова хай поле здесь даже видите складилась как классно назначаете шейдер и все моментально просто на лету из зло поле делаем хай поле из квадратов и прямоугольных форм это тоже также делается да там еще проще то есть просто в акселизируем а вот именно скругленные формы видите как классно так но это один из способов да то есть то есть не надо вот так вот переносить а если вы свою модель загрузили например да вот глядите я сейчас обратно здесь сделаю откачу вот это да все дело оставлю просто как она была вот так вот у вас есть какая-то low поле да давайте мы ее перенесем в комнату обновить мыши для рисования из ритопа мыши вот так сделаем и жмем продолжить с разверткой типа вот мы загрузили какую-то в комнату рисования какой-то объект вот он у нас появился да вот наш объект мы и сторонние программы к примеру экспортировали у вас вот такой объект вот такой сеткой да и мы его хотим превратить в хай поле быстро мы просто делаем вот так вот запечь да и мы же для рисования в скульпт-мэш переносим и он нас применится наша алгоритм вот этот subdivision surface но не будут воздействовать на жесткие ребра либо здесь нажимаем до либо самой комнате скульптинга он так и так перенесется вас геометрия мышь для рисования скульпт-мэш этого то же самое что там находится да давайте здесь нажмем что там нажмете что здесь нажмете одинаково у вас перенесется и вот он у вас сейчас подразделяется до subdivision surface восприменяется вот он у вас сюда переносится сейчас мы опять же надо мне наверно выбрать было отдельный слой но хотя вот он пожалуйста в отдельный слой он перенес но сколько раз там она подразделилась я понять не умею один из миллионов вот сейчас объект видите сетку включил видите к плотность супер хай поле вот то есть у вас и злой у поле стоит супер хай поле получилось вот у нас одна хай поле да то есть вот одна вторая давайте еще мы перенесем топология ну вот этот который я тут сейчас сам просто вот так вот подразделить и закладить делаем хай поле сами вот так вот таким образом я там просто отменил ну допустим вот так вот перейдем скульптинг и создадим новый слой и вот давайте диаметрия ритопа мышц тут мышь вот тоже у нас моментально перенеслось результаты давайте немного сдвинем вот результаты пожалуйста да разные способы переноса создания из лоу поле на хай поле то есть это просто мы в акселизировали да но это подходит для хорошо для например для каких-то прямоугольных и квадратных поверхностей в акселизация это превращение из лоу поле хай поле а вот это хорошо работа от видите из практически идеально на из круглых каких-то поверхностей создания поэтому это очень крутая фишка я считаю и ее надо брать на вооружение вам такое нигде не расскажут больше да с вами делюсь так сказать такими лайфхаками ну наверное на сегодня все поговорили о сглаживании сглаживание геометрии в комнате скульптинга в комнате ритопологии и ну то же самое в комнате моделинга практически да есть такие инструменты вот видите складе дам но по старинке в комнате ритопологии конечно все дело удобней делать вот поговорили будем наверно заканчивать пишите в комментариях что думаете ставьте лайки подписывайтесь вступайте в группу вконтакте видео буду там всегда во вкладке видео до продублированы вот есть также телеграм-канал там народу немного так что тоже кому удобнее я туда дублирую на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр и пока пока и увидимся в следующих видео